всем привет мои хорошие спасибо что заглянули на мой канал сегодня у нас очередной мукпанк у нас цезарь ролл из макдональдса и еще десерт кстати немножко в шоке от того что пришел это десерт потому что я заказывала совершенно другой давайте лучше перепроверим чтобы не быть голословным так нет 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 я ошибаюсь оказывается я заказала этот это мой косяк я уже собиралась предъявлять оказывается нечаянно заказала этот потому что там есть двух видов один есть творогом и с чем-то а это просто с фруктами короче и здесь у нас самый обычный сок мой давайте приступим не знаю с чего начать я люблю за это макдональдс у них есть вот эта точность и не бывает такого что он в этот раз подгорела в этот раз не вкусно в прошлый раз было вкусно а у нас изменился повар то есть он уволился этого нету я даже влог снимал один раз я помню шейли по моему были в ресторане уже заляпалась уже так вот помню шейли зашли в ресторан давайте вот так чтобы было удобнее и спрашиваем шаурма в хлебе есть вот ой нет хлеба нету мы говорим а тогда в лаваше есть такие нет нету в общем до хрена всего захотели ничего из перечисленного что есть в меню не было просто в конце было настолько смешно и в конце я не помню мы что-то заказали нам скольда есть мы сидим ждем прошло 15 минут и после 15 минут он приходит извините этого тоже нету и мы просто начали угорать встали ушли то есть здесь такого нету еще у нас был такой случай наверное везде есть макдрайв то есть ты приезжаешь на машине берешь все что тебе надо и уезжаешь и мы много чего заказали получается уехали отъехали немного начали есть и тут замечаем что и тут замечаем что макчики на нету а мы за него заплатили я конечно понимаю что сразу надо проверять вот мы все-таки решили вернуться назад и сказать об этом что вы думаете у нас даже не попросили чек было ли такое или не было давайте уточним ситуацию посмотрим по камерам тыры-пыры просто вытащили и дали нам этот бургер который не додали так скажем оперативно так без проблем поэтому я люблю макдональдс то есть в этом плане у них нету таких знаете прям мелочных ограничений как вкусно единственный момент который меня сейчас раздражает макдональдс и в киевсе вы представьте вы приходите например семьей и вас например пять человек и пять человек должны сидеть за разными столами хотя они пришли вместе они в квартире живут вместе очень тупое ограничение из-за коронавируса то есть если дома вместе живя мы не заразились то придем в ресторан обязательно чем-то заразимся быстро оперативно и самое тупое не знаю на мой взгляд опять же например есть макдрайв где-то на машине можешь прийти и взять себе что-то например я не хочу сидеть в ресторане и ждать вот эту очередь где внутри ну скажем ресторан так они называют свои заведения например я хочу пешком подойти к макдрайву и взять там себе еду с собой но у меня нету машины например я на автобусе что вы думаете так нельзя макдрайв только для машин когда мы учились на первом курсе макдональдсе была акция то есть завтрак за 80 рублей ваших там был чизбургер картошка фри совсем маленькая и маленькая кола по идее 80 рублей небольшие деньги как-то это было очень бюджетно но эта акция была до 12 по моему то есть до 12 ты должен успеть это заказать если ты приходишь после 12 тоже все по такой цене бургер картошку фри колу ты уже не возьмешь а у нас вот эта длинная перемена в универе была по моему в 12 и мы прям бежали бежали покупать такими пакетами баулами для всех приходили сидели на уроке потом это все ели в универе у нас хорошо давали полную свободу действия я не знаю как в других универах но у нас на уроках ты мог слушать преподавателя мог не слушать могут записывать мог не записывать это чисто твое дело потом сессию сдавать себя и хочешь не хочешь связи с этим человек становился более организованным что ли не знаю как объяснить ночью я понимала что если я сама себе не позабочусь и не буду это все конспектировать где я потом найду эту информацию у нас слава богу был интернет и любую лекцию можно было скачать и прочитать в интернете но так как учитель рассказывал это все в законспектированном варианте было намного выгоднее проще слушать учителя чем читать это самостоятельно нет вы просто представьте учитель рассказывает ну грубо говоря пол книги какой-то за 90 минут все самое важное в кратко какую себе шпаргалку подсказочку сделать поэтому я старалась всегда записывать я любила как бы это экономику это настолько интересно и настолько жизненно и вот уже два года я закончила универ я столько информации узнаю из комментариев я всегда думала что в россии в украине и в казахстане универы все по пять лет не знаю кто мне положил в голову эту информацию но я всегда так считала что у нас например ты учишься 4 года где-то в 21 ты заканчиваешь максимум 22 но были у нас и те кто получал второе образование одна женщина была она потом на заочку перевелась но сначала на очном отделении училась и вот у нее как бы на работе ей не давали повышение из-за того что у нее нет высшего образования и пришлось заново это все учить вот иногда меня в комментариях спрашивают а как ты думаешь стоит ли получать высшее образование или нет я если честно не делю людей на более грамотных с высшим образованием и на менее грамотных без я считаю что смотря чем ты будешь заниматься если ты хочешь заниматься визажом не знаю ногтями ресничками это тоже офигенная профессия и вообще мне нравится сфера красоты если ты будешь хорошим специалистом ты будешь в разы больше зарабатывать тех кто работает где-то в офисе у нас как будто принято так что вот как ты школу заканчиваешь так и обязательно тебе надо закончить универ мне мой диплом очень пригодился в работе если честно но есть те кто пошли вообще по другой сфере это касается не только сферы красоты я знаю девочку которая училась со мной в классе вместе она такие офигенные тортики печет такие просто обалденные это просто шедевр и у нее куча клиентов в дальнейшем она планирует развиваться там не знаю открыть какой-то небольшой ресторанчик или возможно магазин какой-то откроет со сладостями нам всегда в школе прививали что если ты не будешь учиться то ты обязательно попадешь в тюрьму что-то с тобой плохое произойдет обязательно в жизни ты никем не станешь будешь просто бомжом те кто хорошо учиться они будут работать где-то там в юриспруденции кто-то будет депутатом а ты так дворник но практика показывает что это не так возможно в какой-то степени учителя хотели внушить нам что надо учиться прививать любовь к чтению изучению чего-то да это конечно круто но если у ребенка есть способности я считаю например если у меня будет дочка и она не захочет учиться то есть естественно школу она закончит это понятное дело но дальше как развиваться опять же это все зависит от ее пожелания я бы очень хотел чтобы моя дочка пошла на танцы чтобы умела круто двигаться если бы захотела стать блогером я бы тоже была только за почему нет луковые кольца обалденно так что на мой взгляд чем бы вы не занимались просто нужно любить это дело стараться развиваться и не распыляться у меня есть знакомая которая начала изучать визаж потом ногти потом прически потом не знаю выщипывание бровей и правильная форма в общем не знаю как это называется в общем брови и в результате по факту ничего просто так потраченное время и деньги я считаю лучше взять одну сферу которая тебе близко и заниматься этим чем распыляться туда-сюда на этом все я поела было очень вкусно спасибо что досмотрели это видео до конца не забывайте ставить лайки подписываться на мой канал а я сегодня снимаю для вас влог потому что прошлый влог сразу набрал очень много просмотров и там просто офигенное удержание аудитории то есть там 15 минут удержания аудитории представляете что это это просто рекорд всех люблю целую пока